Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня уже 5 мая и многие из нас высадили томаты в теплицу и уже начали поступать вопросы, как бороться с фитофтурой. И вот я хочу снять вот это видео как предупреждение, предупреждающее, о том, что не нужно ждать каких-то сроков, чтобы бороться с фитофтурой. Нужно начинать уже сейчас. Конечно, сейчас никакой фитофтуры нет, ее быть не может. Чтобы ее не было вообще никогда у нас до конца сезона, нужно делать такие предупредительные меры. Есть несколько правил. Вот самое первое правило, это проветривание. Как только позволяет температура, как только температура 10 градусов, 12, открывайте форточки, если есть возможность, открывайте двери. Открывайте двери обе, и эту, и ту, чтобы у нас был сквозняк. Чтобы у нас был сквозняк, чтобы у нас было проветривание. Проветривание иногда решить может все проблемы. Не будет конденсата, не будет сырости. Все. Второе правило. Так же, как в лотках с рассадой, не разводите сырость. Не нужно чрезмерно, ежедневно, через день поливать. Полив один раз в неделю, обильный. И желательно только в те места, где прикорневые зоны, приствольные. Не нужно весь грунт сплошь увлажнять. Я тоже раньше увлажняла, но это в случае уже нужды, когда сильно жарко, для того, чтобы повысить, понизить температуру жару эту. Так, проветриваем, сырость не разводим. И, конечно, профилактика. Самая простейшая профилактика, это фитоспорин. Вот уже при высадке рассады, когда вы только начинаете высаживать, первый полив может быть с фитоспорином, и это уже будет первое профилактическое ваше действие против фитофторы. Я сейчас, я при этом, при высадке не добавляла фитоспорин, потому что я знаю, сейчас бочку налью, капельный полив, вода согреется, наведу туда фитоспорин и полью. Вот первый полив через каплю у меня будет раствор фитоспорина. Я уже буду знать, что я начала профилактику. Я проветриваю, я сырость не развожу, полила один раз, и буду поливать только через неделю. И сделаю профилактический полив фитоспорином. Вот эти простые правила, если вы будете соблюдать, это же самое элементарное. Проветривать, не разводить сырость фитоспоринчиком. Если хотите еще более себя обезопасить от фитофторы, есть простые народные средства. Опрыскивание чесночное. Оно иногда приравнивается к воздействию от всяких этих магазинных химикатов, вот этих, как фунгицидов. Если кого-то заинтересует, я потом могу вам подробно рассказать, как делать опрыскивание. Очень просто. Размалываете этот чеснок, с водой перемешиваете, отцеживаете и опрыскиваете. Очень хорошо действует. Испокон веку этим пользовались, когда не было никаких магазинов садовых. Все, вот эти простые, элементарные, если вы будете соблюдать правила, то фитофторы у вас не будет вообще. И если будет, то уже будет поздно, 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 когда она вам уже не будет грозить, когда вы уже снимете весь урожай. Все, до свидания. Желаю вам, чтобы фитофторы вашей теплицы не посещала. Все будет хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok